Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем передачу фьючерсы. Александр Литвиненко и Александр уже с нами. Приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь! Добрый день, уважаемые участники! Хотелось бы вас, конечно, не то что огорчить, а наоборот порадовать, что рынки наконец-то немножко успокоились. В том плане, что нету таких сильных и резких движений, которые мы видели с вами на прошлой неделе. И, тем не менее, сейчас формируются очень хорошие уровни для захода. Единственный маленький недостаток торговли на этой неделе – то, что мы наблюдаем с вами очень много всяких разных проколов, как в одну сторону, так и в другую. Чем это вызвано? Я затрудняюсь вам ответить на сегодняшний день, по той причине, что это, скорее всего, игра все-таки тех игроков, которые присутствуют на фондовом рынке, и которые вводят вас, можно так сказать, в заблуждение, тем самым и сносят ваши стопы, и где-то происходит фиксация позиции какого-то игрока, который играет, скажем так, внутри дня. Но мы сейчас с вами попробуем определить ключевые уровни, от которых работаем и мы, и вы, я надеюсь, да, и попробуем разобраться, куда же нам двигаться на этой неделе. Итак, я предлагаю начать с нефти, не так, как традиционно мы это делаем с парой рубль-доллара, почему с нефти? Нефть, наконец-то, на прошлой неделе нашла свою поддержку, которую мы с вами можем определить в точке, которая у нас обозначена в районе 27.08, да, вот я вам сейчас ее укажу. 27.08, мы видим снизу у нас часовой график, сверху 5-минутка, я немножко поменял формат, потому что были просьбы все-таки разбирать 5-минутный график. Что мы видим на сегодняшний день? А сегодня у нас сформировался в 11 часов лоу, который находится у нас в районе 29.02, да, этот хвост нельзя исключать, как на часовом графике, так и на 5-минутном. Это означает, что данный уровень будет у нас служить поддержкой в будущем, то есть, и, возможно, через пару дней, и, может быть, через неделю он может нам встретиться. Поэтому этот уровень мы не исключаем, а наоборот, отмечаем себе как важный. Куда направилась сегодня вниз? Нет, прошу прощения. Открытие произошло вниз, после чего у нас произошел выкуп. Сейчас мы торгуемся выше уровня открытия, в принципе, да, что есть очень хорошо и является, скажем так, больше лонговым сценарием, чем шартовым. Если нам удастся удержаться выше вот 30.10, да, мы сможем сходить даже в район, вот я вам отмечу для начала на часовом графике, то есть, это может быть сначала 30.50, 30.60, и затем это может быть район 31.2. Эти точки мы с вами также просматриваем и на 5-минутном графике, да, вот я вам отмечаю их. Если инструмент продолжит свой рост, то, конечно же, мы как на часовом, так и на 5-минутном графике сможем с вами увидеть точки выше в зоне 31.60, 31.70. Это ближайшие уровни сопротивления, которые я для вас отметил по нефти. В случае, если возобновится нисходящая тенденция, вот скажем так, от цифры 30.50 после того, как мы туда сходим, на что вы можете рассчитывать, это запас хода порядка 1 доллар, да, 1.3 вниз. То есть, в нашем точке минимума сегодняшнего дня это 29.2. Поэтому говорить о том, что шартовый сценарий может продолжиться, мы с вами можем говорить только при выходе ниже 29.2, и тогда запас хода у нас будет сохраняться порядка 2 долларов, что позволит и мне, и вам, скажем так, заработать на нисходящей тенденции. Теперь я предлагаю переключиться на пару рубль-доллар, которое сегодня активно продемонстрировало хорошее открытие, да, растущее порядка 2 пунктов, и все это движение, вот смотрите, еще даже не прошло полдня рабочего, мы все это движение отдали, и в принципе безостановочно, обратите внимание на 5-минутный график, и только сейчас нам удалось сформировать какую-то поддержку. А поддержка у нас сейчас формируется очень хорошая и достаточно сильная, так как это уровень район 81.200, что является зеркальным уровнем, который у нас пришел еще с понедельника, то есть со вчерашнего дня. Вчера он был сопротивлением, сегодня он у нас является поддержкой. Конечно, неудивительно, что здесь мы с вами увидим небольшой объем, который позволит нам говорить о том, что скорее всего от этой точки произойдет какой-то выпум. Насколько далеко он произойдет, трудно предположить. Я бы для начала определил эту точку, вот 82.4, 82.5. Почему именно она? Это уровень поддержки, который у нас был промежуточный, то есть воздушный с самого утра, вот с 10 до 11 часов на 5-минутном графике, потому что на даже часовом графике его видно, но он еще недостаточно сильный. Если нам удастся удержаться выше 81.2, то скорее всего инструмент будет продолжать свое восходящее движение. В первую очередь, конечно же, это хайи, которые у нас видны на часовом таймфрейме 83.2, 83.3. И дальше мы уже смотрим по истории, которая была на прошлой неделе. Это 84.5 и, конечно же, хайи в районе 87. Говорить о том, что восходящего движения не будет, я бы пока не стал. Для того, чтобы говорить об этом, необходимо дождаться выхода ниже 81.2, закрепление ниже, и тогда мы можем говорить о том, что инструмент сходит еще раз на цифру свою. Для начала это 80.000, да, вот район 80.000, плюс-минус погрешности, да. Ну и дальше, конечно, лоу, который был еще вчера, это 77.5. Переключаясь на Сбербанк. Достаточно интересная ситуация по Сбербанку. Вчера, когда многие инструменты, им удавалось оставаться в каком-то боковом движении, Сбербанк продемонстрировал свое нисходящее шествие. И сегодня он его подтверждает. Мы нарисовали с утра с вами лоу, который находится в районе 9.000, который очевиден у нас и на часовом таймфрейме, и на 5-минутном, то есть более коротком, да, от которого можно играть. Какой запас хода можно рассматривать в сделке? Ближайший уровень сопротивления, который я бы отметил в районе 9.270. Многие скажут, что это достаточно большой и широкий ход инструмента, но учитывая тот АТР, который нам на сейчас демонстрирует Сбербанк, сейчас я вам точно скажу цифру, это район где-то 370 пунктов, то 270 пас хода достаточно хорошие, то есть это 2 трети всего движения будет. Итак, мы отметим данный уровень также и на 5-минутном графике, да, он также совпадает с нашей цифрой, которая отмечена на часовике. Если инструмент пойдет выше, то, конечно же, мы можем увидеть сопротивление в районе 9.400, и вот хай, который сформировался у нас вчера, его также нельзя исключать, вот он увиден даже на часовом таймфрейме, это район 9.470. Основные уровни я для вас отметил. В случае, когда инструмент выйдет ниже 9.000, мы можем говорить о том, что он возобновит свое нисходящее движение заново и направится, скорее всего, в район 8.400. Это при самом негативном сценарии. Дальше у нас будут уровни в районе 8.700, которые будут выступать основной поддержкой при падении Сбербанка. Газпром. Что хочется сказать по Газпрому? Обратите внимание, инструмент, я не могу сказать, что он выглядит сильнее всех, но он сейчас находится в каком-то боковом движении, да, то есть своего рода боковик. И только при выходе из данных уровней, то есть консолидации этого инструмента, мы можем с вами говорить о дальнейшем развитии событий. Если выход произойдет вниз, то есть ниже 13.250, мы можем смело с вами говорить, что инструмент пойдет вниз. Конечно же вниз, первая остановка у нас будет в зеркальный уровень район 13.050. Дальше у нас будет остановочка в районе 12.830. И, конечно же, внизу точка, от которой инструмент выпуклили 12.5. Как мы с вами уже, Игорь, неоднократно говорили, 12.5 оказался достаточно серьезным уровнем для продавцов, и они не смогли преодолеть его с первого, даже со второго раза. Поэтому будем наблюдать. Хочу отметить, что на часовом таймфрейме тот диапазон, который я вам отметил, он достаточно узкий. Почему узкий? Он составляет порядка 250 пунктов хода инструмента. Значит, при выборе точки входа и расчете риска вы должны опираться именно на запас хода в данном рейнже. Почему? Потому что только при выходе из этого рейнжа мы можем говорить, что правило там от АТАР будет отменено. На сегодняшний день, на сейчас, мы торгуемся в середине данного диапазона, поэтому точку входа искать, в принципе, бессмысленно, если вы хотите забрать действительно хороший ход по данному инструменту. Так, вот эта точка даже на 5-минутном графике, который я для вас отмечаю. 13,5 и 13,242, ну 240 возьмем, да. И мы торгуемся в середине, как я уже и сказал. Глядя на РТС. РТС, так же, как и большинство инструментов, сегодня открылся вниз, но тем не менее произошел какой-то, даже не выкуп, я сказал, а скорее всего откат. Почему откат? Потому что нам не удалось преодолеть уровень открытия, и мы уперлись именно в него, после чего сейчас мы видим обратное движение вниз. Цель, которая преследуется в данном движении, конечно же, 65,5. Выход ниже 65,5 будет говорить о том, что инструмент может снова направиться вниз. Направиться вниз по тренду, то есть даже в ближайшей точке своей поддержки 63,700. Ну и в самом худшем сценарии это будет точка 61,700 и 60,5. Если же в случае, когда инструмент пройдет выше 67, мы с вами смело можем рассчитывать на движение, которое пройдет в район 68,5-68,600. Почему я оцениваю именно данный потенциал? По той причине, что здесь у нас был достаточно хороший уровень сопротивления, под которым инструмент проторговывался достаточное количество часов, как мы видим с вами на часовом таймфрейме. И если же нам удастся преодолеть и этот уровень, то, конечно же, инструмент направится выше к своим сопротивлениям, которые сформированы в районе 69,5 и 70,800. Что хочется сказать по паре евро-доллар, которую многие из слушателей вашего канала, Игорь, все-таки торгуют и строят стратегии, исходя из различных анализов различных слушателей. Александр, почему вы сказали, что все-таки торгуют? А почему не торговать евро-доллар? Как по мне, он сейчас находится в каком-то таком широком диапазоне, который не дает четкого направления движения. И, в принципе, не совсем комфортная ситуация. Стопы могут сноситься достаточно быстро. Как мы видим, мы раньше с вами определяли 1,820, сейчас мы снестились ниже на 1,08 ровно. То есть, если вы, к примеру, заходите возле 1,0820, то, скорее всего, ваш стоп снесут, если он у вас достаточно короткий. Рассчитывать на движение в районе 1,10, конечно, надо будет посидеть немножко в инструменте подольше, чем хотелось бы. И внутри дня не факт, что удастся заработать именно движение к 1,10. На что максимум можно рассчитывать, это ход инструмента к 1,09. В то время как другие инструменты на рынке Фордс достаточно активно торгуются и демонстрируют более сильные движения, чем данный инструмент. Но, тем не менее, для всех любителей пары евро-доллара я, конечно же, отмечу уровни 1,08, 1,0910. И вот промежуточный уровень, который я отмечу, который сформировался у нас буквально вчера, да, это уровень 1,08, 1,0910. То есть, учитывать нужно тот факт, что инструмент может не дойти до 1,0910 и остановиться немножко ниже, на 20 пунктов ниже. Вот так скажем. При выходе выше 1,0910 можно, конечно же, рассчитывать движение в район 1,10. Как мы с вами уже говорили, евро находится, не укрепляясь, но и не теряя свои позиции по отношению к доллару, да, мы находимся в ценовом диапазоне, который позволителен для всех валют, скажем так, для обеих валют. Так, золото. А вот внимание, обратите, пожалуйста, на золото. Произошел выход из длительной проторговки под уровнем 11,11, да, что позволило инструменту продемонстрировать хороший рост с самого утра. Формируется ли сейчас точка захода? Однозначно да. Куда? Однозначно по тренду наверх сейчас. Почему тренд наверх? Обратите внимание. У нас сложилась с вами такая вот ситуация, если грубо провести. Маленький, коротенький, да, но трендик идет. Он не активный, не резкий, но достаточно спокойный и идет вверх. Данный выход из этого уровня демонстрирует нам силу все-таки покупателей. И куда инструмент может продолжить свой рост? Я бы все-таки переключился сейчас на дневной график и определил бы первые уровни, которые находятся у нас с вами в районе 11,46, 11,50. Ну и, конечно же, самая высшая точка – это район 11,96, 11,97. Скорее всего, инструменту удастся пройти к 11,50, 11,46. Почему данная сегодняшняя ситуация говорит все-таки о покупательских настроях игроков на рынке? И поэтому для тех, кто любит торговать золото, я бы все-таки порекомендовал присмотреться к этому инструменту. Стоп, даже в нынешней ситуации, стоп у нас будет составлять порядка 2 долларов, что достаточно нормально. Можно все-таки брать чуть-чуть побольше, до половины, до трех, потому что запас хода у вас будет сохраняться порядка 34, 33 долларов, да? Ну, ладно, 30 долларов, значит, вы если возьмете даже со стопом 3 пункта, это будет 10 к 1, хорошая сделка. Но, опять же, хочу сказать, что она не сможет у вас пройти за один день, то есть вам необходимо будет посидеть в позиции несколько дней, там 2, может быть 5, неизвестно, как продолжится это движение. Но учитывайте тот факт, что всегда на закрытие дня, торгового дня, у вас должен быть запас в инструменте. Если его нет, конечно же, необходимо покинуть позицию, то есть избавиться от нее, потому что риск непредвиденного открытия на следующий день может способствовать тому, что вы только будете увеличивать свои риски, да, и получите больше убыток, чем хотелось бы. Поэтому отмечаем и на 5-минутном таймфрейме уровень, который мы с вами преодолели, и также промежуточный воздушный уровень, который сейчас формируется, находится в районе 11.15, 11.16, да, который позволит вам отыскать хорошую точку входа. В принципе, по золоту сейчас демонстрируется классика входа, пробой уровня, закрепление выше, формирование воздушного уровня и проторговка, от которой многие игроки заходят. Напоминаю, что золото иногда может быть коварным, оно может сходить вниз, обратно к уровню, который мы пробили в районе 11.11, 11.12, да, только после того, не давая вам возможности зайти повторно, мгновенно сорваться наверх. Поэтому будьте предельно осторожны, всегда заходите смысленно, не забывайте ставить стопы. Что мы с вами не рассмотрели? Не рассмотрели мы с вами ВТБ, который чувствует себя достаточно печально и продолжает обновлять свои лови. Как мы видим, на часовом таймфрейме по ВТБ у нас сформировалась поддержка в районе 6.700, 6.720. Сверху у нас есть ключевые уровни сопротивления, которые не позволяют инструменту пройти выше, это 7.100, 40 и 7.200. В принципе, инструмент находится в нисходящем тренде, и говорить о том, что ситуация может поменяться, можно будет только выше точки 7.200, которая обозначена у нас второй верхней линией на часовом таймфрейме. Что сейчас? Инструмент открылся вниз и идет боковое движение. Выход ниже будет говорить только о том, что инструмент может пойти ниже. Запас хода при выходе вниз у вас будет сохраняться порядка 100 пунктов. Если у ребят есть какие-то вопросы, либо пожелание посмотреть какой-то инструмент, либо разобрать его еще раз, я с радостью могу и отвечу на все интересующие вопросы. Хорошо. Спасибо, Александр. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы Александру. И первый вопрос, я вижу, 13-12, Егор задает. Александр, здравствуйте. А скажите, какие у вас параметры АТР и как вы по нему ориентируетесь? Егор, спасибо за вопрос. Значит, я в клике использую стандартный период по АТР. Это 14, который обозначается на графике. Я беру точно так же, как график цены и объема, просто удаляю все ненужное и смотрю за последние, грубо говоря, 14 дней, какой был АТР. В принципе, можно брать АТР и вручную, и считать за последнюю неделю торгов, какой он был. Но с учетом того, что прошлая неделя ознаменовалась резкими движениями и достаточно широким АТРом, не факт, что такое произойдет на этой неделе. АТР также нам показывает тот факт, что, скорее всего, стопы ваши будут немножко больше, с учетом таких длинных движений. И поэтому вы его должны учитывать тоже. Поэтому про параметры я вам указал, да, и как вы по нему ориентируетесь. Я просто рассчитываю при выборе точки входа, я рассматриваю, сколько инструмент уже прошел до этого и сколько приблизительно остается с учетом АТР, который мне показывает значение определенное. Я рассматриваю, прошу прощения, смотрю, сколько еще осталось входа инструмента по моей будущей сделке. Так, какой адекватный стоп сейчас в СИ? Андрей, ваш вопрос отличный, супер, спасибо. Сейчас в СИ стоп порядка 300, иногда может быть чуть-чуть больше стоп, 300 пунктов. Почему? За счет повышенной волатильности в этом инструменте. Так, правильно, потому что Андрей пишет, 150 очень часто выбивается, да, это очень короткий стоп. Стопы раньше были такие, когда инструмент ходил по 1200 пунктов вниз или вверх, да, такой стоп был приемлемый. Сейчас стоп, конечно же, в два раза больше должен быть. Александр, следующий вопрос я хочу, я, давайте я позаду вопрос. А фунт, коллеги настойчиво просят, фунт-доллар можем посмотреть? Или вы не так? Фунт-доллар имеется в виду, да? Да. Я сейчас, мне нужно воспользоваться, наверное, графиком Финамо, потому что иначе я не посмотрю у себя в платформе. Не надо, не надо тогда, мы в другом разделе посмотрим. Нет, просто если вы его не торгуете так активно, то лучше как бы его не трогать. Коллеги, это мы на срочном рынке, поэтому на срочном рынке фунт-доллар особо не торгуется. Ну, на московской бирже имеется в виду, естественно. Далее, коллеги, ну вот спрашивают про терминал, это Авропа терминал, конечно, ЮТ. Спрашивают, компания ЮТ как брокер нормальная? Да, абсолютно, абсолютно. Я также сказал бы, что за период их существования были устранены многие баги, многие недостатки и, в принципе, команда, компания достойно себя зарекомендовала на рынке. В принципе, это никакая не реклама, потому что у меня нет никаких договоренностей с ЮТЭБ, я вам говорю так, как есть. В принципе, если вы хотите открывать счета, либо пользоваться терминалом Аврора, вы смело можете это делать, потому что с выводом заводом денег нет никаких сложностей. Ясненько, понятно. Кто-то хочет получить консультацию, может писать мне в личку, я буду только рад. Понятно. Хорошо. Спасибо большое, Александр. Спасибо вам. Игорь, единственный момент, с вашего позволения, я заберу еще 30 секунд, у нас 28 числа в четверг будет вебинар на тему торгового алгоритма и необходимых составляющих для того, чтобы он у вас был достаточно сильным и помог вам реализовать все свои возможности на рынке. Поэтому в 19 часов по Киеву, 20 по Москве, вы можете отправлять свои заявки на e-mail, который я вам сейчас укажу. В принципе, присоединяться к нашему вебинару, который, я уверен, будет для вас очень познавательным. E-mail я указал, на этом я не буду терять время ни ваших, ни участников. Благодарю вас за эфир и хорошего вам рабочего дня. Спасибо огромное, Александр. Удачи на рынке сегодня. Удачи вам, всего хорошего. Спасибо, до свидания.